Свидетель Он почему-то думает, что его допустили по паролю или по воле администратора. Нет, это был свободный чат, куда, зная его адрес, можно было войти любому, войти, выйти и так далее. Но, тем не менее, он говорит, это закрытый был чат специально для сторонников некой организации, которая является террористической. Он прямо говорит, что была организация народного ополчения имени Минина и Пожарского, и она просто переименовалась. Это та же самая организация, которая была признана судом террористической. То есть, он прямо говорит, что все, кто участвовали в этом чате, являются членами террористической организации. Хотя, получается, что и он являлся, но он там говорит, что с 2018 года он отошел, то есть, свою причастность к этой террористической деятельности он прекратил. Но, вообще-то, все отошли, потому что в 2018 году произошли, точнее, уже в 2017 году произошли аресты, а еще раньше, в 2016 году арестовали Юрия Якишева. Если этот тайный свидетель считал, что это руководитель и продолжил деятельность, то есть, увидел аресты одного, другого, третьего и продолжал до 2018 года состоять в террористической организации, так его нужно тогда на скамью подсудимых рядом с Антоновым Якишевым сажать, а его приглашают в свидетели. То есть, либо он террорист, его надо судить, либо он лжец, который не знает ситуации, не понимает, что народное ополчение имени Минина и Пожарского после объявления террористической исчезло, распущено, это по закону положено. А народное ополчение России создано, частично из тех же людей, частично не из тех же, преступная деятельность ей за этими людьми, нет преступной деятельности. Это другая организация. И руководитель там не определился, потому что организация еще не концентрировалась, не образовалась. В ней еще роли не были распределены, хотя вот этот человек утверждает, что он знает, роли были распределены. Этот занимался этим, этот военным делом, этот финансами, этот еще чем-то. Но он просто переносит из народного ополчения имени Минина и Пожарского, где это было, он переносит просто на народное ополчение России. При этом он не знает даже названия организации. Его личность скрыта, голос изменен, но я задал этот вопрос, как называется организация, в которой вы состояли. И по воле суда получилось так, что да какая разница, как она называется, народное ополчение России или народное ополчение Руси. Раз так, сказал, раз так. Нет уж, дорогие мои, если человек состоит в организации, он знает точно, как она называется. И никакой не народное ополчение Руси такой организации не было. Если он в этой организации состоял, то значит он и с теми, кто входил в организацию, где используется слово Россия, не знаком был. И все то, что он говорит, это большая развесистая клюква. Но суд как бы поддержал эту игру. Суд сказал, один из судей сказал, да какая разница, мне больше нравится народное ополчение Руси. И так и продолжили говорить народное ополчение Руси. Это совершенно неприемлемые действия со стороны суда. И то, что на мой вопрос ответа фактически не состоялось, это тоже грубое нарушение судебного следствия. Но какова дама там прокурор, которая представляет привлекать таких людей, которые не знают вообще ничего. Ни в чем не участвуют. Они только слышали. Кому-то какие-то задания раздаются. И самое страшное задание, это за какое время вы можете оказаться вот в такой-то точке, которая указывается на карте. Вот якобы предполагается, что собравшись в эту точку, люди начнут какую-то террористическую операцию. Ну пардон, там речь идет еще об оружии, если это операция должна быть. Какие-то рекомендации, это было скорее всего в народном ополчении имени Минина и Пожарского, о том, что ребята, мы вам рекомендуем покупать снаряжение и гражданское оружие. Это никому не запрещено. Такие вещи даже на митингах звучат, что мы входим в крайне сложную ситуацию для того, чтобы защитить себя. Оружие самообороны рекомендуется. Рекомендуюсь. Никому не навязывается. И организация в этом смысле не была состоятельна в том, чтобы кому-то что-то навязать. И сам вот этот свидетель, тайный свидетель, как оказалось, владеет оружием гражданским. Правда, он заявил так, что для целей, которые были в организации, то есть вооруженного переворота, он не покупал ружье. Но это же только слова, а тогда и другие точно так же, они не собирались использовать это оружие для государственного переворота. Они что-то обсуждали, но эти обсуждения в любом чате, возьми, там собирается какая-нибудь небольшая группа оппозиции, тут же будут говорить. Поскольку политика вся убита, убита лично Путиным и его окружением, люди начинают говорить, а как с ними справиться, они просто так сами не уйдут. Выборы фальсифицированы, политическая система фальсифицирована, ни одной оппозиционной партии на выборах не бывает, все они подконтрольны, ни одной зарегистрированной оппозиционной партии нет, которая могла бы выйти на выборы. Все, то есть эти люди вцепились во власть так, что их по-другому, как их по-другому оторвать от власти. И вот начинаются такие брожения в головах, что надо тогда к силовому сценарию готовиться. Мы не знаем, откуда он начнется, но он может начаться, и тогда кто мы, мы на чей тогда стороне. Но явно мы не на стороне этой власти. А если события какие-то начнутся, примерно как на Украине, мы с кем будем? Или как мы будем отбиваться от бандитов? Причем бандиты могут быть как с той, так и с другой стороны. Могут быть типа бандеровцев, вот такие банды созданы. Могут быть банды, которые состоят из тех, кто называется правоохранителями. Как нам оборонить свою собственную страну, от распада ее спасти? И как нам спасти самих себя от применения вооруженного насилия в этом случае? Поэтому, когда начинают обвинять в терроризме, это значит, ну всех надо обвинять в терроризме. Кто говорит, на выборах власть не будет изменена. А кроме выборов, какие еще есть варианты? Я, правда, другой точки зрения придерживаюсь. Я говорю о том, что мозги-то совсем расшиблены у населения. Пока они не поправятся, какие вооруженные действия? Они просто невозможны. Потому что, ну это представление такое, что небольшая секточка из 20 человек с тремя берданками атакуют какой-нибудь пост полиции, отнимет у них автоматы, тут к ним присоединятся еще тысячи человек, они захватят военные склады, а потом эта волна, значит, дотечет. Не будет ничего подобного, потому что у нас не времена Минина и Пожарского, когда можно было с виллами выйти против регулярной армии, относительно регулярной, против кого там особенно выходить-то было, против поляков, что ли, ничтожных, или там против стрельцов, против кого? В общем, с виллами можно было набрать большую толпу и смести неугодную власть. Сейчас виллы не помогут, а ничего больше нет. И даже если там тысяча человек вооружится какими-нибудь ружьишками, это против боевого оружия, против, не знаю, там танков, гранатометов и всего прочего. Абсолютно бесполезно. Да даже если просто полиция возьмет в руки автоматы Калашникова, никаких шансов нет. Десять против тысячи устоят легко. Поэтому я считаю, что такие разговоры, они бесплодные. Вы сначала создайте организации, хотя бы какие-то, вступите в общественную жизнь. А вы начинаете вот эти бесплодные разговоры, которые поддержат провокатора. И там был провокатор в этом голосовом чате, который раскручивал все эти темы. Скорее всего, сотрудник спецслужб вошел, как они теперь делают. Они провоцируют людей на противоправные предположения, как они могли бы действовать в случае, если, ну скажем, массовые народные волнения произойдут. И вот эти предположения теперь вносятся в вину. И вот этот тайный свидетель, фамилия которого была случайно названа судьей, когда открывают пакет, разрезают, так в присутствии всех разрезают, и фрагментами судья читает. Он случайно прочел фамилию. Поэтому, ну как бы, регион знаем, фамилию знаем. Да, в общем, в других регионах человек с такой фамилией в Номпе не было. Вот, поэтому у меня есть определенные сомнения. Фамилию не буду называть. Определенные сомнения у меня есть. Ну, есть некоторые элементы, какие-то нестыковочки. Но есть и совпадающие. И уж названная фамилия. А сомнения говорят о том, что вот этого конкретного человека, конечно, мы не собираемся репрессировать. У нас нет таких полномочий. Но мы даже не вправе, пока есть эти сомнения, окончательно делать какой-то вывод, презирать ли его и отодвигать ли его вообще от какого-либо знакомства. Но он, правда, сам. Этот тоже вот как бы есть лицо, которое мы не видели, и голос, который был изменен. И есть лицо конкретного человека с конкретным голосом и конкретной судьбой. Он сам от движения отошел именно в то время, когда и вот этот человек, тайный свидетель, отошел. То есть это совпадение есть. И почему отошел, причины тоже, в общем-то, скорее всего, аналогичные. Потому что тогда начались репрессии в 1918 году. Он сам бы действительно мог сесть на скамью подсудимой. Да, очень интересно, что этот тайный свидетель Павла Антонова вообще не знает и не видел. То есть все его показания направлены только на Юрия Якишева. И его он называет руководителем. То есть подводит его под самую жесткую статью организатор террористического сообщества. При этом с 1916 года Юрий Якишев практически безвылазно сидел в тюрьме. И руководить ничем не мог. В 1917 году уже вот эти начались аресты. И уже в 1918 году никакой организации, даже чатов никаких не осталось. То есть уже ничего не было. Вот я думаю, как человек, который понимает, что за статья висит над другим, дает такие показания. Только в том случае это возможно, если над ним самим висит такая статья. То есть если существует сговор между следствием, которое должно было бы этого человека, который признался фактически в том, что он состоит в террористической организации, арестовать и судить. И этот сговор предполагает, что мы тебя не судим, не преследуем, но ты говоришь то, что положено. То есть была террористическая организация, ты в ней состоял, ты знаешь ее руководителя и ты знаешь ее планы. Вот это он все вывалил. Но я теперь собираюсь задать вопрос. Почему этот человек не сидит в тюрьме и почему по нему не ведется следствие? Потому что другие отказываются. Они говорят, у нас не было террористической организации, у нас была другая организация. Она не планировала терактов, она не складировала оружие, взрывчатку и так далее. Она проводила некие эксперименты. А есть ли какой-то потенциал для того, чтобы граждане смогли бы какой-то силой выступить против этой воровской власти, против тех, кто совершил уже многие государственные перевороты. На выборах и так далее. Есть ли возможность хотя бы собраться? Да, эксперимент. Вы можете вот в эту точку в заданное время прибыть. Какие результаты этот тайный свидетель не знает. То есть он только слышал краем уха, что какие-то такие задания ставились. А реально ничего нет. То есть реально никто не собирался. Реально только люди проводили расчеты, говорили там, ну за такое время я могу вот до этой точки прибыть. Ну а что в этом криминального есть? Это даже не приготовление к преступлению. Нет ничего. И терроризма здесь никакого нет. Есть некие обсуждалки. Вот эти обсуждалки, этот человек считает, что эти обсуждалки были приготовлением к террористическому акту. И он в этом присутствовал. Он состоял в этой организации. Он считал, что он в тайных каких-то беседах, он считал себя террористом. Хотя теперь говорит, ну теперь-то конечно, что он не разделял методы, что вот благо русского народа, это была цель организации. А метод, все методы, включая вооруженные, это его признание. Остальные таких признаний не делали. И вопрос к следствию. А как вы с такими людьми работаете? Как вы таких людей используете в качестве свидетелей? Это же провокация. То есть, либо это провокатор, сотрудник спецслужб, либо это человек неадекватный, который участвовал в террористической организации, но говорит, ну я не предполагал совершать какие-то действия. И добровольно отошел в сторону, потому что в 2018 году он почувствовал некую угрозу своим родным и близким, самому себе. Вот он отошел со стороны кого угрозы, интересно? Организации уже как таковой нет. Ну тоже интересное показание. Некоторых людей он знал по голосу. Поэтому в голосовом чате он знал, кто там был. Вот здорово. Это мнение же. Вот следствие и прокуратура, соответственно, используют только мнение. Кроме мнения у них нет ничего. Есть некий человек, который высказывает мнение. Что это организация была той же самой, что и НОП. Это только мнение. Я спрашиваю у него на суде. А какие есть там решения, какие-то голосования были, съезд какой-то был, чтобы выбрать руководитель. Чтобы какие-то планы. Ничего нет. Ничего нет. То есть нет никакой фактуры. Абсолютно. Есть мнение человека. Что вот была рекомендация вооружаться. Это где-то зафиксировано. И насколько эта рекомендация является частью какого-то противозаконного плана. Таким образом мы находимся в сложной ситуации, когда и следствие, и прокуратура, и суд не выясняют правды жизни, а ее фальсифицируют. Причем прямо вот в зале суда эта фальсификация происходит. Вот этот произвольный тайный агент, можно сказать, может он добровольно заблуждается. Но если это так, то тогда это заблуждение используют люди, которых самих надо судить. Они сами подталкивают человека на преступное деяние, на оговор. На то, что он навязывает другим террористический характер общественной организации. Он утверждает это. Ну вот двух свидетелей опросили, будет там третий, будут какие-то еще предъявления, доказательств. Но уже видно, что главные свидетели вообще ни о чем. Главные свидетели просто подтверждают предположение следствия о террористическом характере народного ополчения России и о террористической деятельности ее членов. Тем более двух человек уже посадили. И нам будет крайне тяжело доказать тем же самым судьям. Мне сказали, что двое судей участвовали в процессах, которые уже прошли и закончились большими сроками. Как нам доказать? Причем все валится в одну кучу. Юрий Якишев не мог руководить никакой организацией, потому что постоянно сидел в тюрьме. А у этих-то предположение. Ну как там же это обычное дело? Телефонный звонок из мест заключения и так далее. Но это тоже предположение. Где фактура? У него изымались телефоны, какие-то санкции к нему предпринимались со стороны тех, кто его охранял, когда он сидел в тюрьме на зоне. Это есть или нет? Этого нет. Но судям это даже и не нужно. Они просто пытаются оправдать свой неправосудный приговор. Поэтому валят все в одну кучу. Рассказывает о НОМП человек, а все это переносится на НОР, Народное ополчение России. Просто даже не спрашивают у него, а это к какому периоду все относится? Да это все одно и то же, это то же самое. Подождите, Народное ополчение имени Минина и Пожарского было прекращено, его деятельность была и все на этом. То есть речь может идти только с 2015 года, а в 2016 году Юрий Якишев уже сидел в тюрьме. Так что он, за год там какие-то террористические акты что ли планировал? У меня есть видеозаписи участия НОР в «Русской весне» 2015 года и в «Русском марше» 2015 года. Это совсем не громадная какая-то организация. Там обычные люди, обычные граждане, даже уже среднего и более старшего возраста, там всего один флаг выносят. И это что? Это же операция прикрытия. Все делалось открыто. То есть НОР была открытой организацией. А то, что там не всякий мог найти этот чат, где они обсуждали, так если бы у вас, у меня была возможность вообще закрыть возможность кому-либо входить, включая спецслужбы, на свою почту, на чаты, в которых что-то обсуждается, мало ли я что скажу, я оговорюсь, а они будут действовать вот так? Конечно, надо голову на плечах иметь и высказываться в любом случае достаточно осторожно. Но если бы мы имели такую возможность, да мы ее не имеем. Мы же знаем, что просветить теперь можно все. И голосовые чаты, и тем более, что туда внедряются люди, которые легко могут все это дело записать, что мы сумасшедшие, что ли, себя самих подставлять под репрессии. Ну, это тоже, с одной стороны, урок, а с другой стороны, это доказательство того, что ничего всерьез, никаких террористических актов не планировалось, и их и не могло быть за отсутствием ресурсов и за отсутствием просто людей, которые могли бы это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok